Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Тихо Не, все-таки он легкий Я тактику понял против него Так, смотрите 40 40 и 40 Так, это мне не нужно Что мне еще из этого не надо В принципе, я не использую Это Не, подожди, где Боя припасы мне, в принципе, не нужны, я думаю Малая руна Ненадолго, но снижать здравомыслие до нуля Ну, блин Позволяет быстро восстановить здоровье За счет небольшого снижения выносливости Честно, Филь знает Что лучше выбрать Ну, типа, я хочу попробовать оружие Поэтому давайте Вот так вот О, там что-то ценные Костолом Ну, он херовее, чем мой Костолом Мощный боевой молот Который с легкостью сокрушает плоть И Растирает в порошок кости мертвых Это ржевые ковны Из холодных металлов Добытых В зимних горах Поэтому вечная мерзота Проникла в самую сталь И теперь этот молот Навсегда покрыт Изморозем Ну, смотрите 35 урона льдом дает Нет, слишком много стамин тратит Хотя В принципе, можно Хотя Минус 45 Не Так, барматуху собрать Где моя руна Тихо Так, а смысл? Так, где-то Здесь, да, был проход Ах, зараза Все-таки напал на меня Ну ладно На самом деле Очень интересно Как мне попасть туда Я могу сломать эту херь И просто свалить Ааа Вот оно что Вот как эти херни уничтожаются. Теперь я понял. Ну да. Ой. Ля, тихаря напал. Но здесь... Можно всех по-тихому пройти, поэтому... Но это друг. Входить могут только запредельные. Входить могут только запредельные. В смысле? Ну блин. Мне бесит только вот этот враг тем, что токсины очень долго лежат. То есть я понимаю, но пускай когда ты ее типа убиваешь, токсины сразу пропадают. Раз это сложно реализовать. А, так я могу еще... Втихую. Странно как у меня не заметил, так как я был впритык к нему. А, там хлопёшка была. Через текстур летаем. Неплохо. Ага. Уфа. 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 Уф. Ну, слушайте Мне интересно, а если я вообще прокачаю, прокачаю полностью То они меня вообще не будут тогда видеть даже впритык? Так, фигурку я хочу забрать Так, допустим Блин, надо было массовую силу поднять немного Так, фигурку я хочу забрать Так, плюс левел Так, благословение разума То есть у меня будет меньше тратиться этот О, да Театр Я лучше посмотрю территорию Так, это я где? Ага, все, я вспомнил Симон Ну, я понимаю, что это я в локацию войду Симфонистов Музыкантов там всяких Отлично Меч уэры Легендарный меч с кольцом на эфире Родом из далеких земель Обладает огромным магическим потенциалом Но он нам не нужен Бергис тьмы Стремящийся Ну ладно, погнали сюда Концертный зал Ну да, здесь скорее всего будет О ком я и говорил И музыкантка А, стоп, здесь походу будет сейчас босс Грозовой гриб Давай попробуем Отец, это ты? Грозовой гриб Грозовой гриб А, ну если враг только так где-то ковать Тогда это легко Ой, вот это уже нелегко Грозовой гриб 8 9 10 12 16 16 17 отец смотри без рук послушник убит босс какой-то вообще изичный то есть здесь знаете один на дальнюю атаку другой на ближние но если у нас выносливости много просто отбегаем делаем задержку и атакуем лучше бы конечно попадать сразу по двум тогда это еще лучше каждый пус знаете вот на боссы тяжелее добежать чем что-то иное грозовой топор f1 боевой топор наделенной силой бури заряжена владельца электричества и бьет и цель током хотя смысл нет вот этих камней которые самые херовые где могут к великие поставлять хотя смысл тут всего вообще тут получится и был и босс и мини босса эти по боссу только стрелял с пушек было бы так что эти реки да они вот отпрыгивают и этот человек начинает просто с неба херячить а а Ооо, нифига, что мне дали. Айерский кол. Так, огненный гриб. Цветочек. Камень. Неплохо-неплохо. Девушки отдыхают. Да, он вообще, видите, впритык к ней видит, когда я дальше около него бегаю. Хм, и замечу, что это без камня. Да пропружилась некрополь запредельный. Так, осталось только где-то сохраниться. Хотя в некрополе там сохранюсь. Некрополь, по идее, кладбище, да? Да. Сверхотомер. А, тут закрытый тюк. Хвала гахарам, их могучим послушникам. Так, ладно-ка, давайте. Ооо, нифига, мне сразу два этих открыли. А почему сразу два? Снижает урон ничего неподозреваемых врагов. Снижает урон здравомыслию. Положительные эффекты длятся дольше. Ооо, нифига, 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 нифига. Блин, не знаю. Ну, получаем урон, насколько он снижает. Ладно, пускай так. Так, перемещение мне не надо. Каталог. Так, это читали. А, так это был топор у нас, оказывается. А это булава, а не молот. Раб-привратник Арн. Гохарова кукла. При определенном обстоятельстве, Гохаров семя может приобрететь невероятно странные свойства. Об этом можно судить по явному изменению цвета семени. Кроме того, оно приобретает способность производить так называемые куклы и управлять ими психо... психогенетически. Особенно неудобство эта мутация доставляет тем, что куклы не умрут, пока не уничтожат семя. Да, это мы уже проверили в прошлой серии. Так, еще остался вот этот чувак. И этот. Так, это все. Акомпаниатор Биби. В прежние времена, когда Юр Тайли царили радость и свобода, в сердце города были и концертный зал. Перед радостной публикой выступали многие выдающиеся артисты в сопровождении лучших музыкантов, которые мог предложить Юр Тайли. Из всех талантов, которые доводилось выступать в концертном зале, самым популярным и одаренным был маэстро Жен Биби, суперзвезда Юр Тайли. Он выступал вместе с определенным ему аккомпани... аккомпани... аккомпанитором. И всегда знал, как очаровать публику. Вскоре после того, как на Юр Тайли опустилась тема, оркестр Биби попал под власть. Вульгус Калии аккомпани... 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 по-прежнему служит своему маэстро, скрывая проклятые лица за масками. Ну все, этих мы всех побивали мини-боссов. Так и послушники. Маэстро Биби, тревожный гений. Считается, что Жанна Биби судьба одарила при рождении. У него было 13 совершенно нормальных пальцев. Нормальных пальцев. Отец... Ээээ... придворный композитор Гриммвольдов понял, что из сцена можно сделать величайшего клавесциниста всех времен. Жан был великолепен. Его можно было называть настоящим гением, но растущие требования отца сделали его крайне тревожным. Жан постоянно кусал пальцы до такой степени, что кутикула начинала кровоточить и воспаляться. Жану использовалось 5 лет. Исполнилось 5 лет к моменту, когда он готовился к своему первому сольному выступлению. Некоторые пальцы уже начали чернеть. Отец, озабоченный лишь предстоящим выступлением сына, не хотел замечать начинающийся некрас и продолжил репетицию. В ночь представления Жан нервничал больше необычно и кусал пальцы до самой костей. Когда он вышел на сцену, зрители ахнулись. Опухшим гноящимся рук текла кровь и капал гной. Когда Жан начал играть, все клавиши стали красными от крови. И вскоре он упал без сознания. На пол... На пол перед... ...онемевшей толпой. Преданные Жану аккомпаньозы стащили его со сцены и отвезли в больницу. Когда он очнулся, обоих рук уже не было. А у кровати стоял отец и смотрел на него сверху вниз. С разочаровывавшим и отвращением. В тот день Жан потерял руки отца и разум. Жан молил древнего бога Гулгахара вернуть ему руки, чтобы отец снова мог гордиться сыном. Гулгахар согласился помочь, но как и это часто бывает, коварный бог затребовал высокую и страшную цену. Интересно какую. Играть до... навсегда? Ну это, походу, финал, да? Так, Гулгахар, походу. Ну что, давайте на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok